Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Лариса, я в класс. Ты идешь? Смотри, если я все-таки сделаю это, ты мне дашь свой футбольный мяч. Иди уже. Хорошо. Седоков, это что такое? А ну, марш на уроки. Фомин, марш на уроки. Так, ну а ты, красавица. Так, что тут у нас? Дорогому другу по переписке. Жду не дождусь встреч с тобой. Ну, милая моя, тебе не кажется, что в твоем возрасте о мальчиках думать еще очень рано? Давай дневник. Живо давай. Ну что, на завтра все, руки сделаем? Ну, почти. Как это почти? Ну, там физику надо заделать. Понятно, понятно. Что, опять ему пишешь, да? Лариса, не вздумай. Не хочешь? Сама жди свой автобус. Начало учебного года в шахтерском городе Меусинске было омрачено тревожным событием. После школы домой не вернулась ученица 10 класса Лариса Левченко. Одноклассница девушки Светлана Веревкина сообщила, что Лариса не стала дожидаться автобуса и села к незнакомому человеку в синий, как она сказала, «Жигуль». Какой именно модели был автомобиль Светлана не знала. Она совершенно не разбиралась в машинах. Номер девушка тоже не запомнила. Человека за рулем разглядеть не смогла. Но одну деталь Светлана все-таки отметила. Из машины доносился сильный запах ладана. Прошло три дня после того, как пропала Лариса Левченко. За это время в Меусинске милиция опросила всех владельцев «Синих жигулей» любой модели. Также были отработаны соседние населенные пункты. Снежная, Залесная, Книгиевка, Хрустальный, Андреевка. Однако оперативные меры никаких результатов не дали. Никто из опрошенных владельцев «Синих жигулей» не проезжал в тот день по дороге, по которой шли школьницы. Работники ГАИ останавливали автобусы, грузовики и фуры дальнего следования. Никто не мог вспомнить «Синих жигулей». Пустите! Мне нужен начальник! Не положено! Кому не положено? Пустите меня! Мне нужно... Пусти! Сидим! А где мой ребенок? Три дня девочки нет дома! Что ты меня успокаиваешь? Три дня ребенка нет! Нет! Вы ее ищете! Нервы родителей были на пределе. Супруги Левченко ворвались в кабинет начальника районного отделения милиции с требованием сделать хоть что-нибудь. В маленьком городке пропажа 15-летней девочки получила огромный резонанс. Каждый житель понимал, что это могло случиться в их семье. Соседи и знакомые поддерживали родителей как могли. Успокойтесь, пожалуйста, и расскажите все подробно. Люди еще хорошо помнили кошмар десятилетней давности, когда по соседству орудовал так называемый ворошиловградский душитель, который изнасиловал и убил трех девушек. По округе прошла волна недовольства бездействия милиции. Местные жители стали распространять слухи, что в городе появился новый маньяк. Что-что? Какой маньяк? Я тебе говорю, маньяк опять объявился. Девочку изнасиловал и удушил. Ничего себе. Так оно и было. А тело в лесу зарыл. Вот. Вечно что-то придумаете? Ну вас. Грамотный такой. Меусинский райотдел получил директиву сверху раскрыть преступление в кратчайшие сроки. Именно поэтому из ворошиловграда вызвали опытного следователя по особо важным делам Петра Александровича Митяева. Он принимал участие в раскрытии дела того самого ворошиловградского душителя Завена Алмазяна по прозвищу Стальные Пальцы. В послуженном списке следователя было также раскрытие дела об убийстве и изнасиловании девятилетней Елены Закотновой в городе Шахты соседней Ростовской области. В день исчезновения она вышла с подругой со школы. Пошли на остановку. Тут подъехал автомобиль. Она села в машину и уехала. После этого ее никто не видел. Ознакомившись с делом, Петр Александрович понял, что зацепок немного. Проверить все синие «Жигули», которых в близлежащих районах сотни, не представлялось возможным. Была ориентировка, но свидетельница настолько плохо рассмотрела подозреваемого, что и сама путалась в описании. Но был запах ладана. Версию с ладаном Митяев решил проработать детально. В городе была всего лишь одна церковь. Митяев направился туда. Добрый день, следователь Дамытов. Здравствуйте. Что вас привело к нам? Мы проводим расследование. В Минусинске пропала девушка. Ее похитили на автомобиле, с которого пахло ладаном. А что вас к нам привело, а не в секту? Какую секту? В городе у нас секта завелась. Разговор с настоятелем маленькой церквушки оказался очень полезным. Батюшка жаловался на сектантов, которые переманивают и без того малочисленных прихожан. Особенно раздражало священника то, что новое религиозное сообщество и не собиралось подчиняться законам и постановлению о религиозных объединениях. Сектанты не регистрировались и вели себя, по мнению священника, не по-христиански. А вера-то ведь она одна, православная. А они сотворят непонятно просто. Ну, а что по поводу ладана? Ну, ладан я получаю централизованно с монастыря. А они приторговывают им, коммерции не брезгуют, творят, что хотят. Адресочек не подскажете этой секты? Прихожане говорят, что где-то они собираются на Первомайское, 17. Митяев проверил информацию, полученную от священника. Она подтвердилась. В Меусинске действовала небольшая, но активная, незарегистрированная секта. Девушка могла стать ее жертвой. В 70-е годы рост религиозной активности наблюдался повсеместно. Впервые за долгие годы религии стала интересоваться молодежь. На Европейской территории Союза, особенно в Украине, Молдавии и Прибалтике, насчитывали сотни зарегистрированных общин, так называемых нетрадиционных церквей. Количество незарегистрированных учету не поддавалось. Государство, официальной позицией которого был атеизм, боролось с религиозными настроениями и с новыми церквями, деятельность которых считалась незаконной. Их старались выдворить за пределы крупных городов. Таким образом, новые пасторы набирали себе паству в маленьких населенных пунктах, где и создавали небольшие общины. День добрый. Здравствуйте, добрый человек. Вижу, не Бога искать, вы сюда пришли. Настоятель местного храма сказал, что вы здесь проводите и санкционированные обряды, собрания всякие. Ну, как видите, прихожан нет, пропаганду не ведем, обряды не проводим. Петр Александрович был очень удивлен осведомленностью пастора. Но больше всего следователя поразили его руки. На кистях собеседника он увидел татуировки, которые могли говорить только об одном – пастор отбывал наказание. Расскажите, пожалуйста, про эти многозначительные изображения на ваших руках. Афанасьев Ларион Маркович, бывший ЗК, статья 120, освобожден в марте прошлого года. Из разговора с бывшим уголовником следователь выяснил, что человек этот отсидел 8 лет. В картотеке МВД Афанасьев числился в категории педофилов и насильников. Статья 120 «Интимные отношения с лицом, не достигшим половой зрелости», по которой отбывал свой срок Афанасьев, в то время содержала формулировку, о которую неоднократно спотыкалась судебная система. В Советском Союзе не устанавливался так называемый возраст согласия. При этом в Уголовном кодексе 1960 года определялось наказание за близость с лицом, не достигшим половой зрелости. Такая неопределенная формулировка создавала ряд проблем. Достижение половой зрелости могло быть установлено только медицинской экспертизой, а ее никто не проводил. Если к этому добавить то, что сельские девушки рано взрослели и часто стремились побыстрее уехать в город, чтобы там выйти замуж, то под статью 120 иногда попадали и те, кто не имел злого умысла вступать в отношения с несовершеннолетними. Разбираться не стали, но и вкатали по полной. Восемь лет ни за что. Да, печально. Я хочу осмотреть ваше помещение. Пожалуйста, смотрите. Нам прятать нечего. Как говорят в народе, от вора нет запора. А хорошему человеку замки не нужны. Что у вас здесь? Церковная утварь. Можете посмотреть. Все бумаги, документы в порядке. Ничего нелегального, ни цензурного не держим. А это что такое? А это вот мы с хозяйкой травы собираем, экстракты делаем, эфирные масла. Изготовление эфирных масел в домашних условиях было не редкостью. Лесники и знахари, да и просто деревенские жители, жившие вдали от пыльных городов, собирали в лесах травы и делали экстракты. Они сдавали их на фармацевтические и косметические фабрики, где эти экстракты использовались для изготовления мазей и кремов, настоек и отваров ароматизированного масла. Следователь поинтересовался, где был Афанасьев в день исчезновения старшеклассницы. Да здесь же и был. На протяжении всего дня служба была. Это может кто-то подтвердить? Да более 20 человек может подтвердить это. Адреса и фамилии дадите? Нет, любезный. Адреса и фамилии они сами скажут, если посчитают нужным. Я не вправе. Ладно, поговорим об этом позже. И хотя эта община была не зарегистрирована, большинство прихожан пастора все же согласились официально подтвердить его алиби. Опять ниточка выскользнула из рук. Но оставалась зацепка. Запах в машине. Митяев усиленно искал любую мелочь, которая могла вывести его на подозреваемого. Следователь прорабатывал все возможные варианты, от чего мог исходить аромат ладана. Митяев набрал в местной библиотеке учебники по травам и растениям. Ну что, скоро твоя колымага заведется? Пару минут. Можем ехать. Давай. Что за запах? Чем пахнет? Это бомжей вчера подвозил в обезьянник. Загадили мне весь салон. Да нет, не то. Ладаном пахнет. А, вор. Это у друга по кучку купил. Он их сам делает. А ну давай, бегом к нему. Возвращаясь из школы, десятиклассница Лариса Левченко села в попутную машину. С тех пор девушку никто не видел. Подруга Ларисы не запомнила водителя, но рассказала, что из машины доносился запах ладана. Родители требуют скорейшего расследования. Поиски ладана приводят следствие к кустарю, который изготавливает ароматизаторы для автомобилей. Автомобильные освежители воздуха стали привозить в Советский Союз из Европы через Прибалтийские республики. Буржуйское ноу-хау людям понравилось. В советских машинах, из щелей которых на пассажиров обрушивался запах солярки, бензина и сжженой резины, чувствовать приятный аромат было в диковинку. Сначала моду на освежители ввели таксисты, потом все больше и больше счастливых обладателей машин стали пользоваться автомобильными освежителями воздуха. Новинка была очень большим дефицитом, но находились подпольные умельцы-цеховики, которые сами изготавливали освежители с помощью эфирных масел. Владимир Калугин долгое время работал моряком дальнего плавания в Балтийском морском пароходстве. Побывал во всех крупных портах Европы и много чего занятного видел. Сейчас сошел на берег по состоянию здоровья и вел оседлый семейный образ жизни. На суше Калугин занялся производством незамысловатых и простых в изготовлении пахучек для машин. Спрос на них был высокий. А раз сосед вообще обрадовал, целый ящик купил у меня. Ящик? Да. Митяеву улыбнулась удача. Калугин продал большое количество пахучек именно с запахом ладана мужику с соседней улицы. Дед Семен выставил на продажу свой синий жигуль и, чтобы избавиться от запаха капусты, которую он каждое утро возил на рынок, купил с десяток освежителей. Старик рассказал, что его жигуль купил Вадим Георгиевич Курносенко и в доказательство предъявил все подтверждающие сделку документы. Дед Семен рассказал, что покупателю очень понравился запах в машине. И старик за бутылку отдал ему все пахучки. Вадим Георгиевич Курносенко жил в соседнем районном центре Красном Луче. Он ни от кого не скрывался и сам вызвался приехать для дачи свидетельских показаний. Однако слух о том, что найден человек, в чью машину села Лариса, быстро разнесся по городу. И у отделения милиции Курносенко уже ждала разъяренная толпа, готовая устроить самосуд. Вот он! Вот он! А ну выходи! Ты куда, дочь, мою делу? Слушай, Бог! Вот он! Ты куда ребенка кивала? Где моя судьба? Так что происходит? Прекрати самосуд! Следствие во всем разберется! Вадим Георгиевич спокойно и уверенно давал свидетельские показания. Он не отрицал, что подвозил Ларису Левченко, но утверждал, что высадил девушку по ее просьбе возле памятника самолету, как его называли местные жители. Памятник самолету в парке города Красный Луч – это мемориал летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. Это корпус реактивного истребителя МиГ-19. На памятных плитах высечены имена погибших летчиков-краснолучан и авиаторов, погибших при обороне и освобождении города. В салоне машины Курносенко нашли заколку для волос. Люди! Люди! Вот она! Вот же она! Ну что, голодчик, попался? Все. Теперь не открутишься. Это я нашла. Только что у тебя в машине. Что это? Что это? Это заколка моей дочери! Курносенко искренне удивился находке и предположил, что девушка могла во время поездки ее обронить. Ни крови, ни выдранных волос, ни следов борьбы в машине обнаружено не было. Заколка, найденная в салоне «Жигулей», доказывала только одно. Девушка была в машине. Но этого Курносенко и не отрицал. В городе царила паника. Люди боялись выходить на улицу, не выпускали из дома детей. Областное управление милиции приняло решение усилить патрулирование улиц. Местное телевидение показало портрет пропавшей девушки. Мам! Мама! Да, сынок? Посмотри. Неожиданно в одном из отделений милиции появился пятиклассник Петя Лямзин. Ну что у тебя? Петя Лямзин занимался в кружке юный фотограф при Доме пионеров. На школьной экскурсии он сфотографировал памятник самолету. Ну, молодец. Это та девочка, которую вчера показывали по телевизору. В объектив Петиного фотоаппарата случайно попала девушка, похожая на Ларису Левченко. Вы узнаете в этой девочке свою дочь? Ларис? Ларису. Ну, как-то далеко, и я не совсем уверена. Хорошо, здесь более крупный снимок. Вроде как она. Ну, вещи, по крайней мере, очень похожи, да? Это ваша дочь Лариса? Да. Спасибо. Не буду вас задерживать. Я с вами свяжусь. Фотография, сделанная юным фотографом, снимала все подозрения с Курносенко. Курносенко, на выход! Я же говорил вам, а вы мне не верили. Уж извините, работа такая, не верить. Последний раз Ларису видели возле памятника самолету. Митяев решил прочесать лесную местность в радиусе нескольких километров вокруг. В лесу оперативники в зале кострища обнаружили остатки школьного дневника. Петр Александрович, скорее сюда! Уцелела часть обложки с именем и фамилией Ларисы Левченко. Также была найдена стопка сгоревших писем. Находки сразу же отправили на экспертизу. На уцелевшей обложке школьного дневника Ларисы Левченко эксперты обнаружили отпечатки пальцев. В первую очередь проверили картотеку педофилов и насильников. Результатов это не дало. Затем прошерстили ее полностью. Несколько бессонных ночей провел Митяев вместе с экспертами, сверяя пальчики. И все-таки отпечатки засветились. Принадлежали они 53-летнему Ефиму Сергеевичу Дробилину, ранее осужденному по статье 214-й за тунеядство. Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования. Дробилин, оказывается, жил и работал дворником в том самом парке славы, в котором и находился памятник самолету. В 70-е под статью 214-ю тунеядство попадали самые разные люди. Именно в то время появилось поколение дворников и сторожей, граждан, которые не желали трудиться по заводскому гудку. Для представителей этих профессий не существовало табельных и проходных, четкого рабочего графика. Такая свобода привлекала многих, от поэтов до бывших уголовников. Дополнительным плюсом, как это ни парадоксально, была низкая заработная плата. Из-за малого дохода дворникам и сторожам выделяли под жилье подвальные квартиры, коморки и даже комнаты в коммуналках. Живи, как хочешь, и работай один час в день. Следователь Митяев, вы задержаны. Берите его. Недалеко от места проживания Дробилина помощник следователя обнаружил окровавленную кофту. При осмотре одежды Митяев заметил, что рукава разорвана. Также не хватало одной пуговицы. Все говорило о том, что одежду с жертвы срывали силой. Возвращаясь из школы, десятиклассница Лариса Левченко села в попутную машину. С тех пор девушку никто не видел. Следствие задерживает водителя автомобиля. Мать пропавшей девушки находит в салоне его «Жигулей» заколку дочери. По местному телевидению транслируют фото Ларисы. Ее узнает юный фотограф. Оказывается, десятиклассница случайно попала в объектив его фотоаппарата. Значит, она вышла из машины невредимой. Оперативники прочесывают лес и находят полусгоревший дневник Ларисы. Главным подозреваемым становится дворник местного парка. Уважаемый суд, хочу обратить ваше внимание, что на дневнике Ларисы Левченко были обнаружены отпечатки Ефима Сергеевича Дробилина. Появление своих отпечатков пальцев на дневнике пропавшей школьницы Дробилин объяснял простым стечением обстоятельств. Мол, обнаружил разожженный костер в лесу и, чтобы огонь не привел к пожару, выдернул из пламени дневник, после чего засыпал все землей. Объяснения Дробилина были логичными. А вот как недалеко от его дома оказалась окровавленная кофта Ларисы Левченко, подозреваемый не знал. Окровавленная кофта, найденная неподалеку от коморки Дробилина, стала решающим вещественным доказательством в деле о пропаже Ларисы Левченко. Суд назначил Дробилину исключительно в меру наказания. Суд признает Дробилина Ефима Сергеевича виновным. Следователь Митяев не чувствовал, что в деле поставлена точка. Слишком его торопили передать дело в суд. Он не хотел повторения истории годичной давности. Тогда обвиняемый тоже признал свою вину. Это случилось в городе Шахты Ростовской области. Местные жители нашли труп ученицы 2-го класса Елены Закотновой. Жестокое убийство, сопряженное с сексуальным насилием, вызвало волну негодования. Руководство требовало немедленного раскрытия дела. Очень быстро задержали ранее судимого за убийство и изнасилование Александра Кравченко. В камеру к нему подсадили заключенного, который избивал его и в конце концов заставил признаться в преступлении. Кравченко приговорили к смертной казни и привели приговор в исполнение. Только потом выяснилось, что к убийству девочки он не причастен. Митяев был участником следственной группы по делу Кравченко. Следователь понимал, что, как и в деле Кравченко, давление со стороны родственников в деле Ларисы Левченко также сыграло определенную роль. И косвенные улики перекрыли недостаток прямых. Второй раз допустить подобные ошибки Митяев позволить себе не мог. Он решил все еще раз основательно проверить. Окровавленная кофта, найденная у дома Дробилина, уже не давала шансов найти девушку живой, но и прямо не доказывала вину подозреваемого. Первое, что сделал Митяев, изучил остатки сгоревших писем. По уцелевшим штампам на марках выяснилось, что эти письма были отправлены из эстонского города Нарвы. Информация об адресате ни на одном из конвертов не сохранилась. Митяев еще раз поговорил со Светланой. Лучшие подруги делились всем, и она знала о переписке с эстонским парнем по имени Йоханнес. У вас есть его контакты? Как с ним связаться? К сожалению, нет. Ни номера, ни адреса его не знаю, но могу сказать только одно, что Лариса его очень сильно любила и готова была даже сбежать к нему. Вот как. А как они познакомились вообще? Пару лет назад по журналу «Ровесник». «Ровесник» – советский молодежный журнал, выходивший с 1962 года. Единственное издание, в котором освещалась жизнь и культура зарубежной молодежи. Публиковался журнал под эгидой комсомола. «Ровесник» был самым популярным журналом среди советских юношей и девушек. Одна из любимых рубрик читателя – «Доска объявлений», где можно было найти себе друга по переписке из любого уголка необъятной Родины. «Ровесник» Митяев направил официальный запрос родителям Йоханнеса и уже спустя неделю в ответ он получил бандероль с толстой пачкой писем. Это была переписка Ларисы. Следователь погрузился в чтение. Из писем Митяев узнал о постоянных избиениях и деспотичности отца Ларисы. Ты где была? В какой школе ты была? На меня, смотри. Вот, посмотри на часы. В какой школе? В какой школе? В какой школе? В какой школе? Я тебя прошу, что в школе была. В этой школе была, да? Ты в этой школе была? Под особым запретом для Ларисы было любое общение с мальчиками. Однажды отец нашел недописанное письмо Ларисы к Йоханнесу, в котором говорилось, что она очень хочет избежать. Наказание было суровым. Отец спустил Ларису в погреб и запер ее там без воды, еды и света на два дня. Мать в отцовское воспитание не вмешивалась, считая, что на то он и отец имеет право. В последнем своем письме девушка написала, что классный руководитель опозорила ее перед всем классом за поцелуй мальчишки. Но самым страшным для десятиклассницы была запись в дневнике с требованием к родителям отреагировать. Митяев уже знал, как реагировали родители. Дневник Лариса, скорее всего, сожгла сама. Митяев немежкая направился в школу, чтобы поговорить с классным руководителем Ларисы Левченко. Иванна Михайловна прекрасно помнила инцидент с поцелуем. Она действительно сделала отметку в дневнике, но тогда ей показалось этого мало, и она лично позвонила на работу отцу Ларисы и рассказала о том, как неподобающе вела себя его дочь в школе. Левченко пообещал серьезно поговорить с дочерью. Митяев понимал, к чему мог привести этот серьезный разговор. Понимала это и Лариса. Возможно, девушка попросту сбежала из дома. Митяев пока этого не знал. Ему нужно было еще раз поговорить с родителями. Митяев был обескуражен свидетельскими показаниями Николая Левченко. Крепкий, властный мужчина, в отличие от спокойной и хладнокровной жены, сбивался в показаниях, перепрыгивал с одного на другое и явно нервничал. То он не помнил никакого звонка из школы, то он что-то припоминал, но не придал этому никакого значения. Однажды она придумала, что я посадил ее на два дня в подвал. Да. Но это неправда. Вы себе такое представляете? Поведение Николая Левченко никак не соответствовало тому портрету отца, который описывала в письмах Лариса. Зафиксированные психологами множественные случаи лжи девочек о насилии происходят в семьях с консервативными взглядами. В случаях, когда родители с особым рвением следят за невинностью дочери, ограждают ее от общения с юношами, у девушки на подсознательном уровне могут возникнуть фантазии. Дом становится своего рода замком, в который посадили принцессу. Родители – дракон, который ее охраняет. А мальчик – принц на белом коне, который должен ее освободить из плена. Йоханнес мог стать для Ларисы таким принцем. Григорий Филиппович, ну вы, в общем, довольны Николаем, как своим работникам? Да, передовик труда, нормы постоянно выполняет, премии каждый раз выписываем. Вот. А скажите, вот если не по характеристике, какой он в жизни? Немножко бывает нервный, неуравновешенный. Позвонил как-то классный руководитель Ларисы. Так он самовольно оставил рабочее место и убежал с работы, разгневанный. Левченко, ты что, всех позвонишь? Митяев не мог понять, почему Николай Левченко солгал о звонке. Ответ прятался в этой фотографии из околки. Митяев вернулся к фотографии, сделанной школьником. Он внимательно через лупу изучил все детали. И нашел. Он разглядел заколку в волосах Ларисы. Заколка. Ее волосы заколоты. Митяев был ошеломлен открытием. На фотографии, без сомнения, в волосах Ларисы Левченко просматривалась заколка. Эта деталь поставила дело в тупик. Как улика оказалась в машине Курносенко, если фотография сделана после того, как он высадил девушку? Митяев решил еще раз поговорить с родителями девушки. В этот раз он очень внимательно наблюдал за их реакцией на вопросы. Следователя очень удивило хладнокровие матери. На фоне явно волнующегося отца Галина вела себя подозрительно невозмутимо. Знаете, у нас такой ребус возник с этой заколкой. Один мальчик сфотографировал самолет. И на фотографии случайно оказалась ваша дочь. И в волосах у ней была заколка. Добрый Александр Ильич, смотрите, что я нашел. По узору можно было предположить, что это та самая недостающая пуговица с окровавленной кофты Ларисы. Следователь заметил, как заволновалась Галина. Ее глаза бегали по сторонам. Она постоянно бросала взгляд на дверь погреба. Я думаю, нам есть о чем поговорить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петрович, глянь. Понятые, вы все видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта маленькая невзрачная вещица, незаметная на первый взгляд, помогла раскрыть дело. Николаю Галине Левченко не было больше никакого смысла вести эту игру. Их допрашивали по отдельности, и первым стал давать показания Николай. Лариса Левченко в своих письмах Йоханнесу не лгала. Ах, где твой дневник? Ну? Я его в школе забыла. Ты кому варешь? М? Мне звонила твоя учительница. Ты что наделал? Ох. Стой! Ты куда? В милицию. Коля! Коль! Какая милиция? Ей мы уже не поможем. Коля, тебя надо спасать. Что ты сидишь, как истукан? Помогание. Ты куда, дочь мою, дел? С душегом! Люди! Люди! Вот она! Вот же она! Это заколка моей девочки! У него в машине! И все бы у нее получилось еще на этапе с Курносенко, но случай вывел злоумышленников на чистую воду. Снимок, сделанный учеником пятого класса, сыграл решающую роль в раскрытии дела о пропавшей десятикласснице. Николай Левченко получил 10 лет за умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. Галина Левченко 10 лет за соучастие в сокрытии улик преступлений и дачу ложных показаний. Так и закончилось дело о пропаже Ларисы Левченко. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разданке. Мелочь. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Что это такое? Дым? Пожар, что ли? Ничего себе! Сергеич, что там происходит? Автомобиль работает, надо двигатель выключить. Ой-ой-ой-ой. Грубиян, невежий пьяница. Так характеризовали Романа Светина и его соседи. Вел он себя вызывающе, носил только модную одежду, которую в обычных магазинах днем с огнем не сыскать. Формально отчислился в продмаге грузчиком на полставке, но с мешком муки на плечах его никто никогда не видел. На жизнь Роман зарабатывал перепродажей импортных вещей, или, проще говоря, фарцовкой. В Советском Союзе фарцовкой называли нелегальную продажу товара зарубежного производства. Первыми фарцовщиками были стиляги. Они выменивали у иностранцев фирменные вещи и делали это не ради наживы, а исключительно из любви ко всему западному. На обмен шли отечественные часы, фотоаппараты, коньяк или обыкновенные сувениры. Считается, что сам термин «фарцовка» произошел от английского словосочетания «for sale» – на продажу. Правда, одесситы над этой теорией смеются. У них еще в 19 веке ходило слово «фарец». Так называли человека, способного на рынке заболтать продавца и купить у него товар в разы дешевле заявленной цены. Самих себя фарцовщики называли утюгами, бомбилами или деловарами. Низшую касту тех, кто работал под отелями – чуинггамщиками. От английского «chewing gum» – «жевательная резинка». Существовала и высшая каста. Эти продавали иностранцам иконы, ювелирные работы ФБРЖ, полотна Айвазовского, Серова, модернистов начала 20 века. Такие проворачивали валютные операции на десятки и даже сотни тысяч долларов. Роман прошел долгий путь от простого бомбилы до хозяина собственной маленькой торговой империи. Помимо иностранных туристов появились и другие источники поступления фирмы. Это были моряки торгового флота, дальнобойщики, гиды, переводчики и даже таксисты. Продавался товар на одесских рынках, разумеется, нелегально. В последнее время сам Роман на точках появлялся все реже. Бизнес набрал обороты, и самую рискованную работу можно было перепоручить кому-нибудь еще. Деньги Светин загребал лопатой, но большую их часть умудрялся пускать на ветер. Что Роман не умрет своей смертью, в доме подозревали все. Но чтобы вот так глупо задохнуться выхлопными газами в гараже, все выглядело так, как будто Роман вернулся откуда-то навеселее и заснул просто в машине, забыл заглушить двигатель. Но так казалось только на первый взгляд. Люди вызвали милицию и скорую. Правда, медикам здесь делать было нечего. Только констатировать смерть. Что у вас произошло? Подошел, думал, пожар там. Не видно ничего. Я вот кепку снял, вот так закрыл, и к двери туда подбегаю. Только открываю дверцу, ну, на ключи, смотрю, и громко Светин. Сидит, словно спит. Голова вот так вот откинута на сидушке. Роман Светин, да? Роман Светин. Оперативникам показалось странным, что погибший вышел из машины, закрыл ворота гаража, а потом вернулся обратно за руль. И все это при работающем двигателе. Но еще более странным было то, что на руле нашли лишь несколько отпечатков пальцев. Наполовину стертых и фрагментарных. А в местах, там, где на руле обычно лежат руки водителя, их не было вовсе. Кто-то здесь отработал тряпкой. При отравлении выхлопными газами человека убивает окись углерода. Она связывает гемоглобин, образуя карбоксигемоглобин. Но в крови Романа эксперты это вещество не обнаружили вовсе. Это означало, что погибший вообще не дышал выхлопными газами и умер до того, как они заполнили гараж. Зато в его крови обнаружили алкоголь высокой концентрации и следы барбитуратов. Барбитуратовую кислоту синтезировал еще в 19 веке немецкий химик Адольф Байер. До 60-х годов прошлого века это вещество широко применялось как снотворное, пока не уступило место более безопасным аналогам. Действие препарата строилось на угнетении центральной нервной системы. Человек глотал таблетку и моментально засыпал. Но в случае передозировки последствия могли быть ужасны. Остановка дыхания, кома, смерть. Среди врачей и фармацевтов об арбитуратах гуляла шутка. При приеме этого снотворного дистанция между спокойным и вечным сном сокращается до критической. Я бы хотел подробнее услышать. Когда следователь Юрий Пархоменко получил это уголовное дело, то прежде всего отправился на место происшествия. Он решил сам переговорить со всеми свидетелями. В первую очередь с пенсионером Петром Игнатьевичем. Вечером пенсионеру не спалось. Обычно мужчина ложился рано, в девять. А тут уже и время прошло, а сон все не шел. Подкурив, он посмотрел вниз. Там Светин-младший пытался заехать своими «Жигулями» в гараж. Именно пытался. Делал несколько попыток загнать машину в гараж. Даже пару раз заглох. Пенсионера это удивило. Роман водил очень хорошо. Даже когда еле стоял на ногах. В конечном итоге автомобиль все-таки занырнул в проем ворот. А Петр Игнатьевич, докурив, вернулся в комнату. Кто потом выходил из гаража или выходил ли вообще, он уже не видел. Других свидетелей этого эпизода Пархоменко не нашел. Спасибо. Светиным-младшим Романа называли потому, что был еще Светин-старший. Ефрем Иванович. Собственно, квартира и машина принадлежали ему. Уважаемый человек. Передавить производство, а сына воспитать не сумел. Эту фразу Ефрему Светину приходилось слышать регулярно. Пока папа умножал материальные богатства страны, сынок под интуристом выклянчивал жвачки у иностранцев. В конечном счете все это Ефрема Ивановича так допекло, что он ушел на пенсию сразу, как только ему стукнуло 60. Все имущество оставил, а правильнее сказать, бросил своему отпрыску, а сам уехал жить на дачу. С тех пор прошло уже три года, и все это время отец с сыном не виделись. Гараж и автомобиль осмотрели снова. На этот раз уже более внимательно. В салоне автомобиля тоже царил беспорядок. На полу пустые пачки от сигарет, на заднем сиденье бутылка от Ситро и несколько измятых журналов. Пархоменко бегло осветил салон фонариком. На водительском сидении что-то слабо блеснуло. Следователь увидел крошечный металлический предмет. А это что? На водительском сидении лежала заклепка от джинсов вранглер. Джинсы модные. Да? В салоне нашли еще кое-что. Проем между двумя сидениями завалилась женская губная помада, французская. Название прочитали с трудом. Ив Сен-Лоран. Цвет телесный. Это был последний писк. Отечественная легкая промышленность с разнообразием косметики женщин не баловала. Производилось всего пять стандартных тонов губной помады. Маркомный, коралловый, красный, вишневый и малиново-красный. Этого явно было мало. Поэтому женщины смешивали остатки разных помад, расплавляли их на водяной бане и получали свой уникальный и неповторимый оттенок. На Западе в это время бушевали новые тенденции. Все модницы перешли на помады нежных, телесных и розовых оттенков. Отечественные красавицы не желали отставать от моды. Так что ценность имел даже наполовину использованный тюбик какого-нибудь Диора из новой коллекции, забытой гостей из-за рубежа на тумбочке в отеле. Горничной и фарцовщику, с которыми она работала, такая находка могла принести несколько десятков рублей чистой прибыли. Барбитураты в крови, губная помада, которую кто-то обронил в салоне. С такими уликами на первый план выходила версия о том, что Роман стал жертвой мошенницы. Дескать, хотела ограбить, поила, подсыпала снотворного, да не рассчитала с дозой. А потом сама или с помощью напарника инсценировала на несчастный случай. Заклепка от джинсов на тот момент являлась куда менее интересной находкой. Особенно учитывая то обстоятельство, что нашли ее в машине человека, который торговал иностранными вещами. Но этой улике еще предстояло сыграть свою роль. В описании вещей Романа Светина сыщики не увидели ключей от квартиры. Если их забрал убийца, то он должен был ими воспользоваться. Квартиру погибшего решили осмотреть. Чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать замок. В квартире царил холостяцкий беспорядок. Но все не было перевернуто вверх дном, как это обычно бывает при ограблениях. Ценные вещи – телевизор, магнитофон, импортная одежда – остались. А вот денег в доме не было ни копейки. Сыщику это показалось удивительным, ведь наличность у Романа определенно водилась, и в сберкассе вкладов он не делал. Если он действительно стал жертвой мошенницы, то это была хорошо знакомая ему девушка, которая знала, что и где в этом доме лежит. Знала, что можно взять, а чего брать не стоит. В ворохе невыброшенного вовремя мелкого мусора оперативники нашли несколько страниц, вырванных из блокнота еженедельника. На них были цифры, расчеты, подчерканные номера телефонов и еще какие-то каракули. Там же лежала старая газета с записью, сделанной наспех карандашом. Алена – рабочий, а под ней – пятизначный городской номер. Позже выяснилось, что это была газета «Труд» двухнедельной давности. Номер телефона принадлежал одной из городских парикмахерских, в которой женским мастером работала некая Алена Жилина. Вы простите, времени у меня немного, мне потом возвращаться на работу. Вы что-то хотели? 25-летняя модница и красавица Алена встретила следователя, не проявив никакого волнения. Клиентов не было, так что Алена вполне располагала временем для беседы. Девушка сразу признала, что была знакома с Романом. Три недели назад их познакомил общий приятель. С таким прекрасным мужчиной, как я. Они встречались раз пять или шесть. Роман делал какие-то подарки. Боже, спасибо большое. Я рад, что тебе понравилось. Алена бывала у него в гостях. Но того, что называют серьезными отношениями, у них не было. Позвольте, это настоящие французские духи. Должен вам сообщить, Алена, что в субботу Роман погиб. Известие о смерти Романа для Алены было скорее неприятным, нежели скорбным. Скажите, пожалуйста, узнаете ли вы вот эту вещь? Да. Кажется, это моя. Алена, у меня для тебя еще подарок есть. По словам Алены, эту помаду Роман подарил ей во время их второй встречи. Но девушка потеряла ее в тот же день. Класс. Конечно, в словах Алены можно было и усомниться, предположив, что помаду она обронила в машине Романа в день его убийства. Но у девушки, как она утверждала, было алиби. В пятницу утром она уехала на три дня в Кишинев, откуда родом она сама, и где осталась вся ее родня. У меня даже билеты с поезда остались. Можно взглянуть? Вот, пожалуйста. Если вы не против, я оставлю это сюда. Пожалуйста. В те годы вот такой железнодорожный билет абсолютным доказательством того, что его обладатель ехал именно этим рейсом, не считали. Билеты не были именными, и для их покупки не требовалось паспорта. Обезличенностью проездного документа часто пользовались те, кто ездил в командировки. Можно было вернуться пораньше, отдохнуть поруднее, а потом купить у проводника за один рубль билет нужной даты и получить в бухгалтерии лишние суточные. Так что билеты, предъявленные Жилиной, на Пархоменко особого впечатления не произвели. Скажите, Алена, были ли у Романа враги? На вопрос о недругах парня девушка ответила не сразу. Она знала, чем занимался Роман. А чем он занимался? Он занимался сбытом на рынок импортных товаров. Он этого не скрывал и порой даже хвастался. Но стоило ли Алене об этом говорить следователю? Впрочем, Роману ее слова навредить уже не могли. Дядька, глянь, какие джинсы. Ну, нигде не найдешь такие. Мне морячки привозят. Светин-младший, насколько могла догадаться Алена, работал нечисто и толкал не только фирму, но и подделку. Палеными джинсами, свитерами и косметикой он затаривался у местных, одесских цеховиков. Роман даже мог подменить в последний момент пакет и впарить покупателю вместо джинсов старую тряпку. Подобные истории Роман потом рассказывал на вечерних посиделках и находил их очень забавными. Совесть его не мучила никогда. А у таких людей рано или поздно враги появляются. Алена посоветовала следователю связаться с тем парнем, который познакомил ее с Романом. Звали его Стас Кальницкий. В гараже одесского дворика найден труп Романа Светина. Все говорило о том, что парень задохнулся выхлопными газами. Однако экспертиза показала, что Роман был отравлен барбитуратами, подмешанными в алкоголь. При обыске автомобиля обнаружили заклепку модных джинсов и французскую помаду. Следственная группа вышла на хозяйку помады. Девушка утверждала, что никак не замешана в этой истории и указала на близкого друга погибшего. Тот рассказал, что Роману могли отомстить. Стас и Роман познакомились в школьные годы. Вместе ходили в секцию фехтования. Но потом потерялись. Снова нашлись около года назад. Встретились случайно. Роман гулял в ресторане, в котором Стас работал официантом. Два месяца назад Стаса тихо убрали из ресторана по собственному желанию из-за конфликта с руководством. Бывший официант устроился на полставки кровельщикам в ЖЭК. Найти Стаса оказалось не так просто. Он как раз работал на объекте. Стас Кальницкий? Да. Следователь Парховенко. Известно ли вам, что Роман Светин был убит? Убит? Я думал, это несчастный случай. А кто-то мог желать его смерти? Ну, вообще он был конфликтным человеком, но до драки это никогда не доходило. А впрочем, был один случай. Как-то раз, чуть больше месяца назад, они вдвоем встретили очень подозрительного горца, который ни с того ни с сего набросился на Романа, осыпая его проклятиями. Роман оттолкнул его, а потом они еще минут десять горячо спорили. Позже Светин рассказал, что это был какой-то заезжий вор из Грузии. Звали его Ревас. Роман как-то подогнал ему дорогие французские духи, которые на самом деле были совсем недорогими и совсем не французскими. Духи тебе продали. Романа это все забавляло, но тот разговор закончился тем, что Ревас пообещал его зарезать, как барана. Не порежься, Ревас! Перед тем, как уйти, Пархоменко спросил у Стаса, что он сам делал в ту пятницу, в день смерти Романа. Я ездил в загород на ночную рыбалку. Один? Разумеется, не один. С товарищем. Как его зовут? Андрей Решетняк. Ревас в переводе с грузинского – «рыжий». Когда Пархоменко навел справки, то оказалось, что в Одессе уже какое-то время обитает рецидивист, которого называют Ревазом. Настоящее имя – Ладо Хатешвили. Вор и аферист. Основная специализация – домушник. В Одессу он перебрался еще в конце 50-х. Спустя какое-то время попался на краже, отсидел три года и вернулся обратно в Южную Пальмиру. Если он и правда решил отомстить Роману за унижение, то в качестве орудия убийства выбрал бы заточку, а не барбитурат. Но, конечно, мог и сообщницу заслать. Реваза все-таки стоило проверить, но для начала его нужно было найти. Весной того же года Ладо Хатешвили фигурировал еще в одном деле и тоже в качестве подозреваемого. Его какое-то время вели, потом выяснилось, что преступление совершил другой человек. Но ту информацию, что собрали оперативники, аккуратно подшили в папочку. И там нашлась та самая ниточка, которая могла вывести сыщиков на Реваза. Последние несколько месяцев он встречался с женщиной. Даму Ладо Хатешвили звали Оксана Петровна. Она работала в управлении морского порта. Ей было 45 лет. Последние 8 из них она пила по вечерам чай в унылом одиночестве. Пока полгода назад не встретила очаровательного и пылкого кавказца. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Пархоменко. Вам знаком этот человек? Рустамчик. Назвался Рустамом, отметил про себя Пархоменко. А что случилось? Ничего страшного. Он поспешил успокоить Оксану Петровну. Сказал, что ее Рустам, возможно, был свидетелем одного преступления. И милиции нужны его показания. Из дальнейшей беседы выяснилось, что Ревас наврал своей любимой с три короба. Она думала, что он работает снабженцем в одном из одесских универмагов. Женщина выкладывала все, что знала о своем любимом, даже не подозревая, что может ему навредить. Последний раз они виделись три недели назад. Рустам, он же Ревас, сообщил, что едет в командировку в Киев. Дней на семь-восемь, но прошло уже три недели, а командировка все еще не заканчивалась. Какая у вора может быть командировка? Когда у него заканчиваются деньги, он едет на гастроли по другим городам. Матерый волк там, где живет, обычно не работает. Пархоменко разослал по всем областям УССР запрос, не был ли где-нибудь задержан Ладо Хатешвили. Ответ вскоре пришел из Житомира. Оказывается, Ревас две недели назад был задержан на горячем при попытке ограбить контору овощной базы. А значит, в тот вечер, когда был убит Роман Светин, Ревас сидел в житомирском СИЗО. Эта ниточка оборвалась. Андрей Решетняк? Между тем, оперативники нашли Андрея Решетника. Того самого, что должен был подтвердить алиби Стаса Кальницкого. Андрей работал таксистом. В тот день он помнил отлично. И подтвердил, что провел его вместе со Стасом на рыбалке. Алиби Алены Жилиной тоже подтвердилось. В Кишиневе она навестила родственников, а еще сходила на день рождения подруги. Там ее видели не меньше десятка человек. Оставалась последняя неотработанная версия. Романа Светина могли устранить конкуренты. И сыщикам предстояло узнать, с кем из них у убитого мог быть конфликт. Оперативники нащелкали этих самых мелких спекулянтов с десяток. Но все они не имели ни малейшего понятия о том, кто такой Роман Светин. И тут, наконец, в руки сыщиков попал тот, кто был нужен. Местный завсегдатый Гарик Акопян не прятал свой товар по сумкам. Он просто надел его на себя. Болоньевый плащ. Заветная мечта каждого стиляги. Мужчина, плащик. Не нужен плащик. Франция. Франция, Болоньевый. Свой плащ Гарик приобрел за 24 рубля. А уступить готов был за 100. Разумеется, с торгом. Это же Одесса. Носите нас в дороге. Держи, держи. Уголовный роман. Но когда Гарик увидел перед собой милицейское удостоверение, то понял, что торговаться с ним не будут. В Советском Союзе существовало такое понятие, как мелкая спекуляция. Стоишь на рынке и имеешь на руках всего одну вещь, которую пытаешься продать дороже, чем она стоит в магазине, подпадаешь под административную статью и платишь штраф. Но если попадаешься регулярно, значит, занимаешься спекуляцией системно. Тут и до двух лет тюрьмы может светить. Ну что, Гарик, ты опять за свое взялся? За такие делишки пару лет склопотать можно. Ты, конечно, можешь отделаться административной ответственностью, если ответишь на мои вопросы. Да. Я хочу знать максимальную информацию о делишках Романа Светина. Были ли у него конфликты на рынке? Кто-то зла ему желал. Не было у него никогда никаких конфликтов ни с кем. И врагов у него не было. А торговля у него как шла, так и идет. Все нормально. Откуда знаешь? Ну, работает на рынке у него несколько торговцев. Старулышка с внуком. Сыщиков слова Гарика удивили. Товар продолжали подвозить на рынок. После смерти босса кто-то захватил его бизнес. И у этого человека был веский мотив для убийства. Ну, товар как поступал, так и поступает. Ничего. Как старушку зовут, знаешь? Смотрите, какая рубашечка. 70-летняя Клара Евгеньевна толкала на рынке самую разнообразную фарцу. Ей помогал ее 13-летний внук. Паренек был незаменим, когда нужно было срочно сбегать за блоком сигарет или за кофточкой размером поменьше. Вот и сейчас мужчина хотел купить тенниску-гавайку, но она была слишком велика для него. А этот уже ваш размер. Видите? Рубашка и правда была меньше. Старушка просила за нее 55 рублей, но готова была отдать за 50. Носите на здоровечко. Спасибо. Пойдемте, гражданочка. Опа. Куда? В этот момент к ней подошли два оперативника. Клиент был подставной. В гараже одесского дворика найден труп Романа Светина. Все говорило о том, что парень задохнулся выхлопными газами. Однако экспертиза показала, что Роман был отравлен барбитуратами, подмешанными в алкоголь. Скоро выяснилось, что Роман занимался фарцовкой. И после его смерти бизнес продолжал действовать. На одесской барахолке оперативники задержали реализатора Романа, пенсионерку Клару Евгеньевну с внуком. Она должна была объяснить, кто подхватил бизнес погибшего Романа. Кто нанял вас на работу? Старушку с Коленькой отвезли в отделение. И там объяснили, какие перспективы перед ними открываются. Она за решетку, пацан либо в колонию, либо в детский дом. Пионерский галстук с Коленьки, само собой, словно ветром сдует. Комсомолу ему дорога будет закрыта. А мореходки вообще можно будет забыть. Клара Евгеньевна уж и сама поняла, что дела плохи. И что на этот раз все серьезно. Следователь предложил ей сделку. Информация в обмен на лояльность. Хорошо. Я скажу. Впрочем, рассказать она могла не так уж и много. Самого Романа она уже давно не видела. Товар ей подвозил другой человек. Он ей представился Игорем. Днем свежей поставки всегда была пятница. Вещи подвозили накануне выходных, базарных дней. Ближе к вечеру Игорь приезжал на машине к дому Клавдии Евгеньевны в частном секторе. Там его и решили перехватить. Игоряк, ты что ли там? Я, я. От Романа? А то от кого же. Юрий Пархоменко сидел в служебной машине и видел, как в переулок заехала Волга, остановившись напротив дома Клары Евгеньевны. Сейчас, еще сумочка. Следователю этот голос показался знакомым. Он присмотрелся и узнал водителя Волги, Андрея Решетника, того самого, что подтвердил алиби Стасу Кальницкому, товарищу убитого. Выходит, старушки он свое настоящее имя решил не называть. Но раз сыщик уже опознал курьера, то задерживать его не было никакого смысла. Решетнику позволили спокойно постоять возле двора, отдать Кларе Евгеньевне несколько сумок с вещами и так же спокойно убраться в освояси. В ответ Клара Евгеньевна сказала, что последние два месяца поставщик приезжал сюда каждую пятницу, где-то после семи вечера. Показания Клары Евгеньевны означали, что в тот вечер, когда убили Романа, Андрей Решетняк был здесь, а не со Стасом на рыбалке. Они оба соврали. А значит, автоматически перешли в разряд подозреваемых. Но для дальнейшего расследования нужна была новая зацепка. Пархоменко решил установить за Решетником и Кальницким наружное наблюдение. Проще говоря, слежку. Стас Кальницкий вел себя как абсолютно добропорядочный гражданин. После работы сразу шел домой. В выходные сидел в квартире, лишь иногда, выбегая за продуктами или к телефону-автомату, позвонить. Своего телефона в квартире у Стаса не было. А вот Решетняк доставил оперативникам массу хлопот. Следить незаметно за таксистом – задача не из простых. Но труды оперативников не были напрасны и в итоге увенчались успехом. Решетняк привел оперативников к тому месту, где хранился товар. Решетняка решили брать. Его задержали в момент погрузки товара в машину. Он сразу все понял, поэтому даже не пытался бежать. Комната была завалена вещами. Тут было все – и фирменные джинсы, и американские сигареты, и поддельные спортивные костюмы. Здесь же хранились отечественные товары, которые продавали иностранцам за доллары или выменивали на что-то интересное. У интуристов большим спросом пользовался, например, армянский коньяк. Но самым востребованным сувениром из СССР для гостей с Запада были командирские часы. Все было разложено по коробкам и рассортировано. Масштаб дела потрясал. За организацию такой нелегальной торговли лет семь схлопотать можете. Но в вашем случае это может быть и больше, так как, скорее всего, вам будет предъявлено обвинение в убийстве. Какого черта? Я не убивал? Он признал, что солгал о том, что в день убийства ездил на рыбалку со Стасом. Но уверял, что сделал так, потому что Стас его упросил. Тот, дескать, почувствовал, что на него это преступление хотят просто повесить. А реального алиби у него не было. Потому что весь день дома у телевизора просидел. А что касается спекуляции, то, по мнению решетника, с него, как с курьера, спрашивать было нечего. Заправлял делами после смерти Романа Стас Кальницкий. Вот так новость. Теперь у Пархоменко был главный подозреваемый, у которого был мотив, и которого уже поймали на лжи. Нужно было еще опросить людей, живущих по соседству со складом Светина. Но пока сыщик думал, как это побыстрее организовать, соседи пришли сами, как говорят в Одессе, на посмотреть. Ужас. Ой, а вы случайно не из 21-й квартиры от Ромки идете? Да? А вы хотите мне что-то рассказать? Не только сказать, хочу и пожаловаться. Такие пьянки, гулянки, дебоширят, баулы какие-то носят, хлопцы какие-то ходят. Весь подъезд стоит на ушах. А вот вспоминаю я позапрошлую пятницу. А вот, пожалуйста, с этого места поподробнее. Пархоменко заинтересовался. Светина убили именно в тот день. Зинаида Сергеевна, живущая в этом же подъезде, уверяла, что прекрасно запомнила тот день, точнее вечер. Она видела, как во двор заехал автомобиль «Жигули» парня, который снимал комнату в 21-й квартире. Из машины он вышел не один, а с товарищем. Планы какие! Ой, какие планы! Мы сегодня хорошо поработали, да? Примерно через час парни включили музыку, да так, что слушал ее весь подъезд. Потом все стихло. Когда машина уехала, Зинаида Сергеевна не видела. К тому времени она уже спала. Пархоменко показал соседке фото Стаса Кальницкого. А случайно не этот человек к роману заходил? Точно, точно. Он похож, похож, очень похож. Я прошу прощения, а что вы здесь устроили? Стаса Кальницкого взяли под стражу в тот же день. В его квартире провели обыск. Поначалу тот пытался возмущаться. Но когда оперативники нашли за полкой шкафа без малого 8 тысяч рублей, Кальницкий притих. А после следующих находок и вовсе приуныл. Из шкафа достали еженедельник блокнот с именами, номерами телефонов и расчетами. Позже экспертиза установила, что все записи были сделаны рукой Романа Светина. Несколько страниц в блокноте отсутствовали. Они остались лежать в квартире убитого. Юра, что там у тебя? Среди личных вещей Стаса обнаружили пузырек с фенобарбиталом, тем самым препаратом, который нашли в крови Светина. А ну поднимите его. А еще Стас был в джинсах Рэнглер. Вернись. На переднем левом кармане не хватало одной заклепки. Она оторвалась, когда Кальницкий усаживал уже мертвого Светина на водительское сидение «Жигулей». Ну что, узнаешь? Или подсказать, где броним? Или сам расскажешь? Уводите его. Кальницкий понял, что не отвертится. И догадываясь, что ему грозит, схватился за чистосердечное признание, как за последнюю соломинку. История началась год назад в ресторане, где Стас работал официантом. Как-то туда с девушкой зашел Роман Светин. Да. Добрый день. Здравствуйте, присаживайтесь. Девушки, пожалуйста, вино, а мне коньяк. Стас, Кальницкий, ты что ли? Парни сразу узнали друг друга, вспомнив давнюю детскую дружбу. Они разговаривались, и оказалось, что общий язык они не утратили. Чем занимаешься, да? Тем всем, всякими делишками, да. В разговоре со следователем Кальницкий уже не скрывал, что Светин вызывал у него отвращение. Но он был при больших деньгах и выразил готовность научить старого приятеля зашибать не меньше. Ради этого Стас готов был терпеть непростой характер Романа. Ну, давай попробуем. Ну, все. Тогда выпьем за это? Выпьем. Рядовых советских граждан в отели для иностранных туристов не пускали. Но для хорошего фарцовщика это никогда не было помехой. Роман научил Стаса легко и непримужденно преодолевать кордоны из швейцаров и работников спецслужб. Стас оказался отличным учеником. Одетый только в импортные вещи, с ослепительной и немного глупой улыбкой, он уверенно шел к цели. Интурист. Как такого остановишь? Кальницкий, что называется, схватывал на лету. И вскоре знал о бизнесе Романа все. По сути, стал его правой рукой. Стас уделял новому делу столько времени и сил, что их стало не хватать на его основную работу в ресторане. Из-за регулярных опозданий возник конфликт с директором, и Стас был вынужден уволиться. Устроился на полставки в ЖЭК. Работу, за которую в свое время он долго боролся, он потерял. Но зато у него появилось больше свободного времени для бизнеса. Работая на Романа, Стас выкладывался на все сто. Но, как сам считал, получал за свои труды копейки. Из-за этого еще больше ненавидел Светина, который спускал в кабаках гораздо больше, чем платил своим людям. Ты знаешь, я не бросаюсь на каждую встречную. Чаша терпения Кальницкого переполнилась месяц назад. И причиной стала Алена Жилина. Та самая, которая в самом начале расследования фигурировала в качестве подозреваемой. Стас познакомился с ней еще, когда работал официантом. Парень боялся, что такая девушка даже говорить с ним не станет. Прошел целый месяц, прежде чем он решился ей позвонить и пригласить на свидание. Он был на седьмом небе от счастья, когда она согласилась с ним встретиться. Но все испортил Светин. У меня для тебя подарок есть, пациент. Для меня? Да. Косметика французская. Спасибо. Моречки из Франции привезли. Он увел у Стаса его любовь, что называется, из-под носа. Вот тогда Кальницкий и решил, что уж такое он своему шефу не спустит. Чего ты смеешься? Давай мы с тобой встретимся. Выпьем, мы с ней хорошо бы работали. И это надо отметить. Удобный момент подвернулся только через три недели. Светин и Кальницкий заехали на квартиру склад. Там был телевизор, и они собирались посмотреть футбол под бокальчик французского коньяка. Когда французский закончился, в дело пошел и армянский. Для верности Стас подмешал в выпивку немного фенобарбитал. Где ты там? Далеко? Смотри. Держи. Но не угадал с дозировкой. Светин отключился прямо за столом. Твое здоровье. Спасибо. Кальницкий дождался темноты, вытащил Светина на улицу и погрузил на задние сидения машины. Тот был в полной отключке, но пульс, по словам Стаса, у Светина прощупывался. Кальницкий отвез Светина в его гараж. Вероятно, Роман умер в дороге. С заднего сидения на переднее водительское Стас переносил уже мертвое тело. Кальницкий предусмотрительно надел перчатки, поэтому на руле и не осталось никаких отпечатков. Уходя, убийца забрал у жертвы связку ключей. Ключ от гаража отстегнул и воткнул в замочную скважину, после чего ушел, плотно прикрыв за собой дверь. После этого Кальницкий поднялся в квартиру убитого. Все в доме спали, свет не горел ни в одном окне. Кальницкий не боялся, что его кто-то заметит. В квартире Стас взял деньги и блокнот Светина. В нем были все необходимые Кальницкому контакты для того, чтобы он мог подхватить дело убитого. Но он не знал, что в квартире остались вырванные из этого блокнота листки. Скажи мне, Кальницкий, а куда ты дел ключи от квартиры Романа Светина? Ключи от квартиры Светина Кальницкий, разумеется, выбросил сразу, когда возвращался домой. Было поздно. Троллейбусы и трамваи уже не ходили. Стасу пришлось идти пешком. И по пути он просто уронил ключи в канализационный люк. А вот с флакончиком фенобарбитала вышла осечка. Убийца не знал, что в крови погибшего нашли барбитураты. И даже не подумал избавиться от улики. Ну, и что это за история с рыбалкой? Да не было никакой рыбалки. Что касается мнимого алиби Кальницкого, то это была чистой воды импровизация. Следователь настиг его врасплох. И Кальницкий сослался на единственного человека, которому мог доверять. Он не сомневался, что увидит решетника раньше, чем его найдет милиция. И успеет пересказать ему придуманную им историю про ночную рыбалку. Про ссору романа с кавказским вором Ревазом Кальницкий рассказал, надеясь пустить сыщиков по ложному следу. Собственно, Стас до последнего рассчитывал, что смерть какого-то фарцовщика никто не будет расследовать настолько усердно, чтобы на него выйти. На суде Кальницкий изменил свои показания. Он стал утверждать, что это убийство было случайно. Дескать, хотел подпоить и вынести кое-что из квартиры, а мотор в машине просто забыл заглушить, поскольку очень сильно разнервничался. Но суд это не убедило. Стас Кальницкий получил 15 лет лишения свободы, отсидев 12 из которых, он вышел по условно-досрочному освобождению. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Около часа ночи пожарные получили вызов из села Варваровка, пригорода Николаева. В дачном поселке законно-спортивной школы горел дом. Его хозяин Анатолий Зиновьев – директор расположенного в аэропорту ресторана «Полет». Пожар – один из самых удобных способов сокрытия преступления. Анатолий Зиновьев в Николаеве был известным человеком и принадлежал к той немногочисленной группе людей, которые жили они как все. Любое чрезвычайное происшествие, связанное с таким человеком, вызывает досужие разговоры. Все, мол, не просто так. В этой истории именно так все и оказалось. Следователь Михаил Макаренко осмотрел участок Анатолия Зиновьева и то, что осталось от дачного домика. На полу возле стола лежало обгоревшее тело. На месте происшествия работал эксперт. Доброе утро. Доброе. Что скажешь? Тело обгорело до неузнаваемости. Видимо, облили бензином и подожгли. Но человек был мертв еще до пожара. Это точно? Битвы стрелом в грудь. Что еще есть? Практически ничего, все сгорело. Есть одна пуговица. Другие все сгорели, а эта уцелела. Как говорится, хорошие вещдоки в огне не горят. О, Боже. Если что, у меня есть успокоительная. Антонина Зиновьева узнала о гибели мужа от соседей и сразу приехала. Следователь Макаренко. Зиновьева. Антонина Павловна. Горе-то какое. Слава Богу, что родители не должны. Вы уверены, что это ваш муж? Что ж, я родного мужа не узнаю. Следователю рассказала, что муж поехал на дачу вчера вечером. Не Волгой, а автобусом. До того, как занять должность директора ресторана, Анатолий около 15 лет работал поваром. Он любил в одиночестве пожарить мясо на костре, а прокинуть рюмку другую. Вот и не взял машину. То есть никого, кроме него, на даче не было? Думаю, нет. То ли хотел поработать на участке, переночевать, а утро вернуться домой. Антонина Павловна, вашего супруга сначала застрелили, и потом тело сожгли. Информацию о том, что ее мужа застрелили, Антонина восприняла с недоверием. И, может быть, это точно? Да. Ах, кто же это мог сделать? Бандиты залетные? Следствие все покажет. Какие-то вещи пропали? Не знаю. На участке вроде бы все на месте. А в доме? Как теперь понять? На вопрос, не было ли на даче форменной одежды железнодорожника, Антонина точный ответ дать не могла. Вспомнила о каких-то бушлатах, которые муж с работы привез. Извините, сейчас. Эксперт сообщил следователю, что на столе найдены осколки от бутылки, двух тарелок и двух стаканов. Значит, Зиновьева ошибается, ее муж был не один? Возможно, на него стрелял тот, с кем он пил. И значит, он знал убийцу. Отпечатки? Нет, ничего. Все потрескалось. Пожар какой. Слухи об убийстве Анатолия Зиновьева быстро распространились по городу. Никто даже мысли не допускал, что убить директора аэропортовского ресторана могли залетные грабители. Следователь тоже понимал, что преступление заранее спланировано. Дачные громилы пистолет с собой не носят. Тот, кто убил Зиновьева, хорошо все рассчитал. Поздняя осень, людей на дачах немного, жилые дома далеко, огонь все уничтожит. Следователь терялся в догадках. Из-за чего убили директора ресторана? Ограбление? Тогда вопрос, что он хранил на даче. Может быть, у кого-то с ним были личные счеты? Но кому же он мешал? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Следователю позвонил старший уполномоченный ОБХСС Андрей Зазуля, попросил о встрече. Макаренко пригласил его к себе. Тем временем, эксперт-криминалист Петренко уже подготовил результаты первых экспертиз и ознакомил с ними следователя. Зиновьева убили из пистолета Макарова одним выстрелом. Девятимиллиметровую гильзу нашли неподалеку. А группа крови Зиновьева? Совпадает с группой крови погибшего. Ясно. А пуговица? Стандартная пуговица от костюма железнодорожника. Первая советская железнодорожная форма появилась в 1926 году. Она была похожа на военную. Такой она оставалась и в первые послевоенные годы. Знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия вспоминал, его отец, получив высокую должность на железной дороге, поразил жену и сына, представ перед ними в форме, похожей на генеральскую. В 1955-м ввели форму гражданского образца. Еще через 10 лет на одежде появилась эмблема железных дорог СССР – колесо и крылья. Форма менялась, но пуговицы всегда оставались как у военных – металлические. Макаренко напомнил, что на форменной одежде железнодорожников комплект три большие пуговицы. Нашли одну – латунную. Значит, владельцем Кителя был не начальник, а обычный железнодорожник. Следователь чувствовал, что нужно искать владельца единственной пуговицы. «Интересно, каким боком тут Зазуля затесался?» «ОБХСС?» «Да». «Придет, узнаешь». Добрый день. Добрый день. Старший опер, уполномоченный ОБХСС Андрей Зазуля сообщил Макаренко, что его коллеги в аэропорту зафиксировали деятельность преступной группы. Хищение в особо крупных размерах. Группа находится в разработке. И мы предполагаем, что Зиновьев тоже причастен к хищениям. И поэтому за убийством могут стоять расхитители социалистической собственности. «Все лица группы установлены?» «Пока нет». Зазуля рассказал, в преступной группе вопросами безопасности занимается Владимир Ушаков, заместитель директора аэропорта, бывший военный летчик, фронтовик. «В общем, очень серьезный мужчина». «Поговорить с ним?» «Повод есть». Зиновьев был директором ресторана, который находится в аэропорту, а у Ушаков замдиректора аэропорта. «Пока не стоит. Я думаю, можем спугнуть». За подозреваемыми уже установлено наблюдение. Обо всем интересном Зазуля обещал информировать Макаренко. «Число версий убийства директора ресторана росло. Случайный грабеж, спланированное ограбление, ликвидация участника преступной группы. Пуговица железнодорожника могла стать ниточкой». «Да, мы хорошо знали Зиновьева. Он знаком с нашим директором. Иногда обедал здесь». Оперативник опрашивал официантку-кафе-турист Ольгу Махровскую. Заведение расположено при въезде в дачный поселок на конечной остановке автобуса. Мимо никто не пройдет и не проедет незамеченным. «Когда вы видели его в последний раз?» «Да, накануне пожара и видела. Он шел с автобусной остановки в сторону дачи». «Сам был?» «Нет, с каким-то мужчиной. Рост там повыше будет Зиновьева. И шел так степенно, что ли?» Махровская рассказала, что видела в тот день Зиновьева мельком. Хотя обычно он на Волге приезжал, останавливался возле кафе. А тут автобусом приехал и не зашел. И мужчина с ним был вроде как знакомый. Я ночью покурить вышел. Поздно уже было. Смотрю, со стороны дач Волга летит. И мимо меня промчалась туда. Поехала. Значит, Волга в город поехала? Не факт. Там дальше развилка есть. Если прямо, то в город. А если направо, то село Большая Корениха. А номер машины вспомнить сможешь? Официант кафе-турист Иванов сказал, что не рассмотрел номер машины. Темно было. Свободен. К тому же она буквально промчалась мимо. Волга темного цвета, черная или серая. Таких Волг в дачном поселке много. Следователю позвонила Антонина Зиновьева, попросила о встрече. Макаренко приехал к вдове домой. Она рассказала, что у ее мужа были плохие отношения с соседом по дому и подачи полковникам в отставке Дымовым. Весь такой из себя привык командовать своей армией. Понимаете, когда Толю убили, он пропал. Не было его. А сегодня откуда-то рано приехал. С Толей они вроде и выпивали вместе, но полковник все время обзывал Зиновьева жуликом. Несколько раз во время пьянок дело доходило до драк. Но потом они опять мирились. Парахиндеевы, блин, торгаши. Называетесь на народе спекулянты. Спокойся. Стоять, тебе сейчас успокой. А ну ты так? Дымов напился домой. А ты спать. Быстро. Макаренко нужно было выяснить, что представляет собой Иван Дымов. Мог ли этот человек от пьяных угроз перейти к делу? Спасибо за информацию. Скажите, почему вы нам сразу не сказали об этом? Я была в таком состоянии, что не могла. Случалось, что фронтовики, прошедшие войну и в мирной жизни, хватались за оружие. В 60-х такие случаи были не единичны. Полковник в отставке Иван Дымов исчез на утро после пожара, но потом появился. Достаточно ли это основания для того, чтобы подозревать его в убийстве Зиновьева? Макаренко решил встретиться с Дымовым. Наблюдение за другим отставником Владимира Мушаковым дало результаты. Зафиксировали встречи замначальника аэропорта с работниками из полкома и вечерние свидания с какой-то женщиной. Когда следователь приехал к Дымову, тот возился с машиной у гаража. Иван Дымов, следователь Макаренко, мне надо с вами поговорить. Предявите документы. Пожалуйста. Пожалуйста. Как вы относились к Зиновьеву? К Зиновьеву? Неоднозначно. То ли я похвастаться любил. Зиновьев любил подчеркнуть, что может все достать. Ром, виски, импортные сигареты. Смеялся, что сосед дослужил до полковника, но и близко не имел того, что было у него, повара. Понятно. Вечер смерти Зиновьева вы были на даче? А что мне там делать? Но ответ его прозвучал неуверенно. К тому же Макаренко заметил, как, отвечая, Дымов отвел глаза. Я целый месяц в радиовике был. Там у жены мать слегла. Только сегодня вернулся. А можете мне показать свою дачу? А зачем это? Возможно, поможет следствие. Макаренко видел, что Дымов колеблется. Ехать на дачу со следователем или нет? Ну, вижу, вы не отцепитесь. Хорошо, поехали. Новый мост вам покажу. Чего Даня мост? Даня, в какое сравнение со старым? По дороге следователь и Дымов обсуждали достоинство нового Варваровского моста, который совсем недавно был введен в эксплуатацию. Историей строительства мостов в Украине по праву можно гордиться. Взять, к примеру, первый в мире цельносварной мост в Киеве. Он был назван в честь академика Евгения Потона, который его спроектировал. Варваровский мост через Южный Бук в Николаеве строили 7 лет и сдали в августе 64-го года. Уникальные технологии строительства, опробованные при возведении этого моста, позднее использовали при строительстве Киевского моста метро. О, вот. Приехали. Вот зараза! Приехав на место, Дымов увидел, что замок на входной двери его домика взломан. Представляете, воры залезли. Отродя здесь такого не было. Заявление писать будете? Нет, ничего не пропало. Смотрите сами, на территории тоже ничего не изменилось? Нет, вроде бы все на месте. Мне еще в магазин за замком надо. Поехали. Следователь спросил полковника, не видит ли он чего-то необычного на участке Зиновьева. Тот ответил, что нет. Дымова больше волновала собственная дача. Он завязал дверь и калитку шпагатом, который отрезал с бухты на участке Зиновьева. Объяснил, что и раньше часто брал у Толи шпагат. Тот сам предлагал. Следователь и Дымов уехали. В сгоревшем дачном домике найден труп. Дача принадлежала директору ресторана Николаевского аэропорта Анатолию Зиновьеву. Жена Зиновьева не сомневается, что изуродованное огнем тело принадлежит ее мужу. Эксперт определяет, что погиб человек от прямого попадания пули в сердце и только потом его сожгли. Внимание следователя привлекает странное поведение соседа Зиновьевых по дому и по даче Ивана Дымова. Следователь едет вместе с Дымовым в дачный поселок. Там оказывается, что замок на даче соседа взломан. Макаренко удивила реакция Дымова на взлом дачи. Сначала он был раздражен, но после осмотра домика как-то быстро успокоился. Почему он отказался писать заявление? Странным показалось и то, как по хозяйски Дымов зашел на участок Зиновьева и отрезал кусок шпагата. Уж очень спокойно он вел себя, будто ничего с соседом и не произошло. Да и отзывы Дымова о покойном Зиновьеве были не самые лестные. Макаренко решил проследить за полковником. Вечером полковник Дымов поехал на дачу автобусом. Макаренко с оперативником незаметно пошли за ним. Дымов не должен был заметить, что за ним следят. Оставайся здесь. Медленно положите сверток на пол и поднимите руки. Встали. На даче полковник хранил пистолет Макарова. В его обойме не хватало одного патрона. К тому же оружие не было почищено после выстрела. Экспертиза установила, что Анатолия Зиновьева застрелили именно из этого пистолета. Послушайте, гражданин следователь, я действительно в тот день был на даче, но к Зиновьеву даже не заходил. Понимаете? Понимаю. Так бывает. Выпили сильно, потеряли над собой контроль. Да не сочиняйте вы, все не так было. По словам Дымова, в тот день ему поздно вечером позвонили по телефону. Голос было слышно настолько плохо, что он даже не разобрал, мужчина это или женщина. Сказали, что жена моя не во Врадиевке, а с любовником на даче. Вот я и помчался туда. Дымов приехал на дачу. Там никого не было. Вот старый дурак. На даче Зиновьева тоже никого не было. Сел в Волгу и медленно поехал домой. Рано утром уехал во Врадиевку и пробыл там неделю с женой возле больной тещи. Почему ваш пистолет хранился на даче в подвале? От греха подальше спрятал в тайник. Кто знал о тайнике? Жена, несколько сослуживцев, Зиновьев. Сосед Дымова Зиновьев видел тайник и пистолет. Дымов показывал ему, как нужно стрелять по банкам. Но узел на пакете завязан не так, как всегда завязывал Дымов. Руки держать так и никак иначе. На курок нажимать плавно, но уверенно. Он показывал свое мастерство Зиновьеву. Тот был под сильным впечатлением. Полковнику это льстило. Смотрите, Ваня, под горячую руку попадешь, башку снесешь, к чертовой матери. Смотри, аккуратно ко мне. Осторожно. Заряжено. Зря стараетесь нас запутать. Пистолет принадлежит вам, и Зиновьева убили именно из этого оружия. Да не убивал я никого, поймите. Полковник был большой любитель выпить. Мог и не контролировать себя. Следователь Макаренко принял решение задержать Дымова по подозрению в убийстве гражданина Зиновьева. Главная улика пистолет свидетельствовала против Дымова. Преступление можно было считать раскрытым. Однако следователь Макаренко сомневался. Когда он говорил с подозреваемым, нажимал на то, что Дымов мог потерять контроль над собой, но сам не был уверен в собственных словах. Дымов прошел войну, дослужился до полковника. Он умел держать себя в руках. К тому же столько раз они с Зиновьевым ссорились и мирились, следователю не давало покоя пуговице железнодорожника, которая оказалась на месте преступления. Просматривая сводки происшествия, Макаренко обратил внимание на заявление гражданки Трошиной, жительницы села Калиновка, у которой пропал муж, обходчик железной дороги. На прошлой неделе он собирался ехать автобусом к родителям в Кривое озеро. Прошло уже пять дней, как его нет. На работу не вышел, к родителям не приезжал. Следователь решил побеседовать с участковым из Калиновки. Добрый день. Добрый день. Следователь Макаренко. Участковый Сумов. Присаживайтесь. Меня интересует пропавший без вести Петр Трошин. Так. Да, знал я Трошина. Он, если говорит, что куда-то едет, то он едет. А просто так уехать и никому ничего не сказал, он не мог так сделать. А загулять он мог? Нет, загулять он тоже не мог. Он серьезный степенный мужик. Если сказал, что поедет в Кривое озеро, значит, поедет. Следователь спросил, Сумова не рассказывал ли Трошин о земляке, директоре ресторана в Николаевском аэропорту. Да, говорил, я когда к дочери в Москву летал недавно, Петр сказал, что я зашел к его другу в ресторан. Так и сказал к другу? Да, сказал, зайди к другу Толику, передай от меня привет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Алло. Телефонный разговор с коллегами из Кривого озера подтвердил, Зиновьев и Трошин были друзьями с юности. Могло ли быть случайностью то, что железнодорожник пропал после гибели друга, а на месте убийства Зиновьева оказалась пуговица от железнодорожной формы? Макаренко в совпадение не верил, но как Трошин связан с Дымовым, из пистолета которого убили директора ресторана? Ответа не было. Я жена Дымова. Товарищ следователь, мой муж очень ленивый человек. Он ревновал меня ко всем. И к Зиновьеву тоже ревновал. Но чтобы убить, это нет. И он не такой человек. Макаренко попросил рассказать, что жену Дымова связывало с покойным Зиновьевым. Татьяна возмутилась и посоветовала следователю обратить внимание на вдову Зиновьева. Та часто уезжает куда-то по вечерам на машине и куда-то звонит из телефона автомата возле магазина. Зачем? Если дома есть телефон. Макаренко решил проверить слова Татьяны Дымовой. В первый же вечер, когда он поставил дежурить оперативника около телефона автомата, тот видел, как вдова Зиновьева куда-то позвонила, после этого уехала, сев за руль своего автомобиля и вернулась только под утром. Следователь решил установить прослушку на телефон автомат и домашний телефон Антонины Зиновьевой. Прослушкой телефонов в Советском Союзе занимался 12-й отдел Комитета Госбезопасности. Точки прослушивания располагались в специально выделенных комнатах на автоматических телефонных станциях АТС. Операторами были в основном женщины. Слушая разговоры через наушники, они должны были записывать их на магнитную ленту и стенографировать. За такую работу платили прилично. Если инженер получал 180 рублей в месяц, то женщина-оператор приносила домой 300. В системе Министерства внутренних дел прослушка телефонов использовалась в исключительных случаях, когда речь шла о раскрытии особо тяжких преступлений. Прослушка установила, что Антонина Зиновнина по домашнему телефону подолго разговаривает с гражданином Домогацки. Подпольный квартирный маклер. Интересно. А из телефона автомата звонит в аэропорт Владимир Ушаков. А Ушаков находится в разработке ОБХСС. Интересно. Что еще? Оперативник обратил внимание на еще одну странную деталь. Вечером на домашний телефон Зиновьевой иногда поступает звонок с телефона автомата, который расположен на улице Советской, что в селе большая корениха. Женщина отвечает «Алло» и вешает трубку. Обычно центральные улицы населенных пунктов называли именем Ленина или Маркса. Здесь стояли самые престижные дома. В них жили руководители, партийная элита, артисты. В Николаеве главная улица называлась Советской. А вот улицы Маркса и Энгельса почему-то задвинули на окраину, туда, где дымили заводы и фабрики. После того, как границы города расширили и пригороды вошли в его черту, оказалось, что главная улица поселка Большая Ковениха тоже называется Советская. Переименовывать улицу с таким названием было просто недопустимым. Так и жил Николаев с двумя улицами советскими. Макаренко сопоставил даты звонков и данные наружного наблюдения за Антониной Зиновьевой. Совпадает. Получает сигнал и вперед? Да. Получается, после таких звонков из Большой Коренихи она едет туда, но на въезде в поселок разворачивается и останавливается у лесопосадки. Идет туда, потом возвращается и уезжает. Интересно. В сгоревшем дачном домике найден труп. Дача принадлежала директору ресторана Николаевского аэропорта Анатолию Зиновьеву. Жена Зиновьева не сомневается, что изуродованное огнем тело принадлежит ее мужу. Вследствие становится также известно, что в близлежащем селе Калиновка пропал земляк Зиновьева железнодорожник Петр Трошин. По подозрению в убийстве задерживают соседа погибшего, полковника в отставке Ивана Дымова. Однако его жена убеждена, что Дымов не убивал. Скорее нужно обратить внимание на странное поведение вдовы Зиновьева. Следствие устанавливает, что Антонина совершает странные звонки с домашнего телефона и соседнего телефона автомата. В ходе осмотра лесопосадки оперативники обнаружили тайник. Он был пуст, но сомнений не было. Отверстие дупла было специально расширено. Внутри лежал кусок клеенки, в которую заворачивали передачу. О находке сообщили следователю Макаренко. Установите наблюдение за местом. Посмотрим, кому и что она оставляет в тайнике. Заходите. Это все. Присаживайтесь. Вы хотели что-то сообщить? Да. Послушайте, когда я ездил проверять пистолет на дачу, то я увидел, что узел на свертке завязан как-то не так. Я так не мог завязать. И кто же завязал? Зиновьев. Именно он так завязывал. Именно он. Получается, его застрелили, а потом он завязал пакет с пистолетом, из которого его застрелили? Интересно, как это может быть? Вы, исследователь, вы разберитесь, как это может быть. Разберитесь. Макаренко чувствовала, что разгадать тайну убийства Зиновьева можно через его вдову. Но тут торопиться нельзя. Что и предъявить. Тайник будет отрицать. Связь с людьми, которые занимаются хищениями, скажет, да что вы, я просто после смерти мужа общаюсь с его коллегами. Звонки квартирному маклеру объяснит, не может находиться в квартире, где все напоминает о любимом мужа. Хочет продать или обменять. Какое здесь преступление? А вот историю с пропавшим железнодорожником Трошиным надо дожимать. Коллега пропавшего Трошина, ревизор Васько, сообщил следователю. Петр собирался сразу же после работы на автовокзал. Он успевал на автобус в Кривое озеро. Потом с кем-то поговорил по телефону и сказал, что поедет завтра с утра на машине. Его друг повезет. Портфель, который собрал в дорогу, оставил в своем шкафчике. А можно мне посмотреть сумку? Да, конечно. Пожалуйста. Но утром Трошин так и не пришел. Нет, так и не пришел. Но кто-то из коллег вспомнил, что прошлым вечером видели его с каким-то мужиком он садился на автобус. Номер 3. Рейсовый автобус номер 3 шел в сторону конно-спортивной школы и дач. Да, интересно. Я возьму сумку? Да, конечно. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот смотри, со слов Васько друг обещал отвезти Трошина в кривое озеро машиной. Ну да, у Зиновьева есть Волга. Да. Следователь уже не сомневался, что именно Трошин поехал с Зиновьевым к нему на дачу. Именно его в черной форме видела официантка. И форменная пуговица железнодорожника его. Интересно, что произошло между друзьями-то? Я думаю, ответ знает Антонина Зиновьева. Ведет себя как в плохом детективе. А может вызвать на допрос ее, а? Пока нет. Ращупаем через квартирного маклера. Я пойду. Следователь пригласил на беседу подпольного маклера Домогацких. Ну, что вы от меня хотите? Я что вам, мальчик бегать тут с вашими бумажками? Какие у вас дела с Антониной Зиновьевой? Никаких. А в чем дело? Хорошо, можете идти. Но обещаю вам внимательно изучить вашу деятельность подпольного маклера. Старый маклер сообщил, что подготовил обмен Сталинки гражданке Зиновьевой на комнату в коммуналке возле железнодорожного вокзала. В эту же комнату друг Домогацких скоро пропишет гражданина Товбина из Вознесенска. Антонина спешила. Она сказала маклеру, что на работе написала заявление по собственному желанию. Говорила, поедет к тетке в Ферганскую область. Можете пока быть свободны. Что? Зиновьева только что подъезжала к аэропорту и к ней машину подсел Ушаков. Куда едут? Ну, предположительно, на квартиру брата Ушакова. Оперативники установили Антонина Зиновьева и Владимир Ушаков любовники. Ушаков заместитель директора аэропорта, имел репутацию жесткого человека. Может, никаких хитросплетений о банальной любовной треугольнике, где любовник избавляется от мужа любовницы. Чужими руками? Руками трошина? Следователь проверил распечатку звонков на домашний телефон Зиновьевой. Звонки из Большой Коренихи случаются раз в 3-4 дня. Последний был позавчера. Значит, сегодня, завтра надо ждать звонка. Будем ждать. Будем ждать. Засада в лесопосадке не давала результатов. К тайнику никто не приходил. Все указывало на то, что на дачу с Зиновьевым приехал Трошин. Позже труп Зиновьева нашли в дачном домике. А Трошин исчез. Вдова состояла в любовной связи с начальником мужа. После смерти супруга очень быстро занялась оформлением сделки по обмену квартиры да еще и за комнату получит. Это большие деньги. С ними она собиралась навсегда уехать из Николаева. Следователь предположил, что Владимир Ушаков готовился последовать за ней. Макаренко понимал, что это стало возможным только благодаря очень своевременной смерти Анатолия Зиновьева. Прослушка зафиксировала звонок на домашний телефон Зиновьевых. Звонили из большой коренихи. Наблюдающие за тайником оперативники увидели, возле лесопосадки остановилась Волга. Из нее вышла женщина с большим пакетом в руках и скрылась в посадке. Через несколько секунд она с пустыми руками почти выбежала к машине и быстро уехала. А теперь ждем гостя. Слушаю. Следователю позвонил оперативник, который наблюдал за Антониной Зиновьевой. Он сообщил, что женщина, вернувшись из большой коренихи, позвонила Ушакову. приехала за ним к аэропорту. Сейчас они в квартире брата Ушакова. Зиновьева и Ушаков в квартире его брата чувствовали себя как дома. Зиновьева Слушаю. Слушаю. Еду. Оперативник сообщил следователю, что в 3 часа в 3 часа 7 минут Зиновьева и Ушаков сели в Волгу, которая выехала в сторону большой коренихи. Оперативники увидели, как со стороны дач к тайнику подошел мужчина. Он не прятался, шел уверенно. Забрал из тайника пакет и спокойно ушел туда, откуда пришел. До последней возможности не вмешиваемся. Ушаков. Следователь не поверил своим глазам. Живой Анатолий Зиновьев. Что это за мутка? Убью! Пошли! Владимир Ушаков сделал все, чтобы скрыться. Стой! Стрелять буду! Пуля следователя Михаила Макаренко остановила преступника. Вот в этой сумке была вся причина. Зиновьев охранял ее, а его жена с любовником на эту сумку охотились. Ради этих денег директор ресторана готов был умереть, чтобы потом воскреснуть. Но умирать навсегда он был не согласен. Я готов все рассказать. Послушаем. Меня могли арестовать в любой момент, а БХСС уже давно копало в аэропорту. Мне нужно было исчезнуть. Тоня придумала план из сценировки моей смерти. Арест и конфискация имущества, а так его убивают. Вдова уезжает из чужого ей города, в Средней Азии у нее родственники. Там с большими деньгами они начнут новую жизнь. Почему убили именно Трошина? У меня с ним одна группа крови, я это еще по школе знал. А обгоревшие трупы мало чем отличаются. Зиновьев решил убить Трошина из пистолета Дымова и вернуть оружие на место. Пистолет он похитил, когда жена и Дымов пили чай у него на даче. Антонине надо было навести следствие на полковника. Все получилось так, как и задумал Зиновьев. Анатолий пообещал Петру, что они поедут его машиной на родину. Друзья приехали на дачу, выпили. Зиновьев хотел выстрелить Трошину в затылок, но в последний момент тот повернулся. Заряжалась драка. Тогда, наверное, пуговица и отлетела. Вот показания вашей жены. Она утверждает, что Ушаков запугал ее, заставил стать сообщницей. Через пробку вколол водку снотворное и собирался вас застрелить. Врет, сука. Она меня предала. Решила с Ушаковым, с моими бабками свалить. Никогда я этого не прощу. Уведи его. Приведите Дымова. Присаживайтесь. Иван Петрович, мы нашли настоящего убийцу. Вы можете быть свободны. Антонина и Анатолий Зиновьевы были приговорены к 15 годам лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Защищение социалистической собственности Анатолию могла грозить и исключительная мера наказания. Но слишком много людей были заинтересованы в том, чтобы подробности этого преступления не были рассмотрены в полном объеме. Уголовное дело насчитывало 10 томов. Кто знает, удалось ли бы распутать этот клубок, если бы пуговицы железнодорожников не были металлическими.